Добрый день, уважаемые послы, дамы и господа, уважаемые коллеги. 7876 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Прежде всего, пользуясь возможностью, позвольте мне тепло приветствовать нашу новую коллегу, посла Соединенных Штатов, и надеемся на взаимодействие с вами. Предварительная повестка дня сегодняшнего заседания – письмо от 28 февраля 2014 года постанового представителя Украины при организации объединенных нациями председателя Совета Безопасности. Документ С-2014-136. Повестка дня утверждается. В соответствии с правилом 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю следующих докладчиков к участию в сегодняшнем заседании. Господин Джеффри Фелтман, зам генскритаря по политическим вопросам, посол Эрту Грул Апакан, руководитель специальной мониторинговой миссии Украины, и господин Стивен Абрайан, зам генскритаря, координатор по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи. Решение принимается. Посол Апакан участвует в сегодняшнем заседании через видеосвязь из Киева. Совет Безопасности далее приступает к осмотрению пункта 2 повестки дня. Два дня назад Совет Безопасности обсуждал ухудшение ситуации на востоке Украины и сумел принять пресс-заявление по этому вопросу. Это стал первый документ Совета по положению в Украине и вокруг Украины почти за два года. К сожалению, несмотря на то, что Совет призвал немедленно вернуться к режиму прекращения огня, ситуация в Авдеевке и других районах востока Украины остается напряженной, остаются все признаки возможной эскалации. Поэтому сегодняшняя дискуссия направлена на то, чтобы содействовать урегулированию конфликта. Если мы найдем общие точки соприкосновения, я предлагаю изучить возможность принятия заявления председателя. Если Совет пойдет на такое предложение, мы предполагаем в предстающие дни подготовить проект, отражающий сегодняшний брифинг. Слово господин Фелтману. Господин Фелтман, уважаемые члены Совета, конфликт в Украине скоро выйдет в четвертый год. Поскольку Департамент по политвопросам последний брифинг по положению на востоке Украины проводил 28 апреля 2016 года, с тех пор боевые действия продолжались и были лишь короткие передышки. Почти 10 тысяч человек погибло. Украинские вооруженные силы, гражданские лица, члены вооруженной группы, более 20 тысяч ранены с начала конфликта. По сведениям мониторинговой миссии ООН в Украине, около 2000 погибших гражданские лица. С 7 января этого года и прежде всего последние несколько дней мы стали свидетелями опасной интенсификации конфликта. 1 февраля специально мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила о 10 тысяч взрывах в Донецкой области за 24 часа. Самое большое число нарушений, которое было зарегистрировано миссией. При том, что самые серьезные столкновения в последние дни в основном пришлись на Авдеевку, Ясиновату и район Донецкого аэропорта. Тяжелые бои также были в районе Мариуполя, Попасной, а также в районах Светлодарска и Дебальцево. И в районах, которые контролируют правительство, и в тех районах, которые не контролируют правительство. По всей протяженности линии соприкосновения имеют место серьезные столкновения, есть опасность дальнейшего обострения обстановки. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ сообщает также часто о использовании тяжелого оружия, запрещенного минскими сооружениями. Это системы зенитного огня, в том числе в районах, которые обозначены в соглашении 21 сентября 2016 года о разъединении сил. Есть сообщения о гражданских партнерах, в том числе четыре погибших с эскалации 28 января, большие потери и с одной и с другой стороны. Миссия по мониторингу ООН по правам человека также свидетельствует о том, что был нанесен ущерб гражданскому жилью школам в населенных районах Авдеевки. Это ставит серьезную обеспокоенность потенциального нарушения международного гуманитарного права всеми сторонами. Теперь поступают сообщения о столкновениях, от которых страдают и гражданские КПП, гражданские районы и инфраструктура. Это очистительное водосооружение, системы поставки воды, электроэнергии и тепла. И если срочно произвести разъединение сил, это обеспечит безопасность, в том числе и на КПП, поскольку более 20 тысяч человек проходит через их ежедневно. Сотни тысяч гражданских людей и по одну, и по другую сторону в опасности потери доступа к воде, теплу и электричеству. И перемещение становится для них все ближе и ближе. Это особо тревожно с учетом особо низких температур в регионе. Есть также и угроза экологии из-за утечек химикатов. Тысячи лиц в Авдеевке, включая дети, в состоянии риска эвакуируются. Комбатанты должны прекратить обстрел населенных пунктов, таких как Авдеевка, и восстановить базовые услуги. Координатор по гуманитарным вопросам Стивен Бравен проведет брифинг по гуманитарной ситуации. Господин председатель, мы приветствуем оперативное заявление Совета 31 января относительно обострения обстановки в Донецкой области. Генеральный секретарь выразил глубокую обеспокоенность в связи с тем, что на высоком уровне боеготовности недавно активизировались бои. Это имеет серьезные последствия для гражданского населения в конфликтных зонах. Он призвал все стороны немедленно прекратить все боевые действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, обеспечить немедленно и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшему населению, содействовать полному и безопасному доступу к спецмониторинговой миссии ОБЕ, чтобы сообщить о положении на местах, и также призвал возобновить серьезные усилия в интересах мирного регулирования конфликта. Он отдельно подчеркнул императивную важность того, чтобы все стороны пошли на меры по защите гражданского населения. Стороны должны воздержаться от любых действий, которые могут восприниматься как провокационные или приведут к эскалации напряженности. Боевые действия в районе Авдеевки, Ясиновата и Донецкого аэропорта активизировались и стали более интенсивны за прошлые несколько дней. Причем прежде такого не было, по сведениям СММ ОБСЕ. Ситуация оказывает на то, сколь хрупкая ситуация и как быстро ситуация может ухудшиться. Заявления, согласованные на заседании вчера в Минске, на трехсторонней контактной группе и представителями некоторых районов Донецка и Луганских областей, излагают срочные меры не только в этом районе, но и по всей линии соприкосновения для того, чтобы не допустить нового нарушения прекращения огня, что может выйти из-под контроля. Это позитивный момент, но нужно теперь осуществить меры. Насилие приводит к тому, что нарушается режим прекращения огня и страдания гражданского населения. С каждым днем боевых действий и конфликт все труднее решить, и военного решения данному конфликту нет. Господин председатель, несмотря на позитивные усилия трехсторонней контактной группы и нормандской четверки, недавняя активизация конфликта совпала с периодом относительно стагнации в дипломатических процессах, направленное нахождение мирного решения, обеспечив полного осуществления Минских соглашений. Международное сообщество и далее должно конструктивно и активно взаимодействовать. Но если мы намерены предотвратить кризис, не допустить, чтобы он вылился в катастрофу, поэтому срочно необходимо активизировать переговорный процесс без промедлений. Он и далее решительно поддерживает усилия нормандской четверки и трехсторонней контактной группы, а также председательство ОБСЕ в Украине. Приветствуем деятельность спецмониторинговой миссии ОБСЕ, которая работа проводит в предельно сложных условиях в районе конфликта. Он призывает обе стороны снять все ограничения на свободу передвижения СММ ОБСЕ, а также немедленно прекратить все использование силы и угрозы в отношении наблюдателей миссии. Приветствуем тот факт, что председатель и министр иностранных дел Австрии Курс посетил Украину и Российскую Федерацию в январе. Надеемся, что его работа принесет свои плоды. Он готов поддержать эти усилия, и мы надеемся, что в ближайшее время уже заслушаем посла Апокана, его оценку последних событий на местах. Дамы и господа, господин председатель, прошло почти два года после того, как комплекс мер осуществления Минских соглашений был подписан 12 февраля в Минске. В свою очередь, Совет это утвердил в резолюции 2202 17 февраля 2015 года. В этом по-прежнему состоит основа, с помощью которой мы, международное сообщество, исполнены и привержены добиваться прочного мира на востоке Украины. Всех настоятельно призывает продолжить эти усилия еще с большей энергией. Господин председатель, уважаемые члены Совета, соответственно, надлежащими резолюциями Совета о безопасности Генассамблеи ООН, по-прежнему привержен тому, чтобы поддерживать мирное решение конфликта, таким образом, чтобы это полностью соблюло суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Организация объединенных наций и ее приоритет остается в том, чтобы поддержать мирные усилия в Украине, которые проводит ОБСЕ, и обеспечить полное осуществление Минских соглашений. Сами стороны, тем не менее, несут основную ответственность за конструктивную работу в интересах выполнения этой цели. Благодарю вас. Я благодарю господину Фелтмана за брифинг. И далее слово послу Эртуру Апакану. Прошу вас. Господин председатель, уважаемые члены Совета, я хотела бы поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить в Совете с брифингом о ситуации в плане безопасности на востоке Украины. Сегодня хочу сообщить о значительной эскалации насилия, которая имела место в последние дни. СММ, специальная мониторинговая миссия, наблюдала за резкой эскалацией насилия в Авдеевке и в области аэропорта Донецком. Эта эскалация произошла после месяцев нарушения прекращения огня, особенно в пяти точках на востоке Украины, в Светлотарске, Бельцово, в Орлико, к востоку от Мариуполя, рядом с Чуркино, Попонсно и в Троицке, в Луганске. Имели место точки эскалации насилия с ноября по январь. Сегодня столкновения в этом треугольнике продолжаются уже пятый день. Уровень напряженности на протяжении пяти лет возрос и нарушение режима прекращения огня становятся все более частыми и интенсивными. Интенсивность столкновений с 29 января рядом и в Авдеевке сильнее, чем за какой-либо аналогичный период в последние месяцы. 21 января были зафиксированы тысячи взрывов с участием минометов или артиллерии. Неоднократно использовались системы запуска. 1 февраля взрывы в Донецке исчислялись практически тысячи случаев. Ситуация остается напряженной и нестабильной. Это самое большое число взрывов, зафиксированные миссии. Большинство из них были зарегистрированы в области Авдеевки и Ясловатом. СММ зафиксировало резкое увеличение использования всех типов оружия, регулируемых минскими договоренностями. В частности, использование реактивных систем залпового огня ГРАД, минометов и артиллерии. Все это усугубляет обеспокоенность. Использование танков также было зафиксировано. Использование такого оружия привело к жертвам среди гражданского населения и нанесло серьезный ущерб домам гражданского населения и важным объектам инфраструктуры. Условия жизни гражданского населения в Авдеевке достигли гуманитарной чрезвычайной ситуации. Были повреждены линии электроснабжения на этом участке. Кроме того, многие граждане, включая самых уязвимых, остались без теплоснабжения при минусовой зимней температуре. Авдеевка предоставляет собой основной источник снабжения продовольствием, потеряла теплоснабжение и водоснабжение. Имеются трудности с восстановлением объектов инфраструктуры из-за ситуации безопасности. Ремонт линий электроснабжения и восстановление станции теплоснабжения продолжаются. Фильтровальная станция в Донецке снабжает водой население по обе стороны линии соприкосновения. И защита станции имеет большое значение. Повреждение фильтровальной станции и станции водоснабжения может оставить значительную часть населения без воды. Господин председатель, все это представляет собой вопиющее нарушение обязательств, взятых на себя подписантами минских договоренностей. Вместо того, чтобы обеспечить разведение сил, мы видим участие сил в столкновениях на участках, что запрещено минскими договоренностями. СММ проводит эффективный мониторинг, но эти возможности ограничены. Миссии требуется полный беспрепятственный доступ. Господин председатель, наши эксперты и те, кто занимается мониторингом, выиграли от недавнего прекращения огня в координации с совместным контрольным координационным центром договоренности между российскими и украинскими чиновниками. Это окно возможностей и прекращения огня способствовало отправке ремонтников на поврежденные объекты. Такие местные прекращения огня показывают, что стороны могут прекратить столкновения, если они того желают. Господин председатель, хочу еще раз повторить. События в Авдеевке и Яснова вызывают глубокую обеспокоенность. В данном контексте приветствую вчерашнее совместное заявление трехсторонней контактной группы, в котором содержится призыв строго обеспечивать полное всеобъемлющее прекращение огня, обеспечить отвод всех орудий, регулируемых минскими договоренностями, обеспечить безопасный доступ членам СММ в соответствии с мандатом миссии. И, наконец, содействовать усилиям, направленным на восстановление объектов водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, в том числе за счет ремонта объектов инфраструктуры. Хотел бы сообщить Совету безопасности еще раз. Режим прекращения огня – это базовое требование. Мы призываем незамедлительно прекратить столкновение. Второе. Вывод. Тяжелое орудие – это еще одно обязательное условие. Следует также отметить важность продолжения работы в участках разведения. В данном контексте хочу сообщить, что верификация тяжелого оружия – это важный шаг, которого мы пытаемся добиться за счет мониторинга, проверки и отчетности. Кроме того, жизненно важно, чтобы СММ получила беспрепятственный безопасный доступ в пострадавшие районы для проведения, подтверждения, соблюдения требований по отводу оружия. Повторю, стороны должны постараться приоритизировать защиту гражданского населения и ремонт инфраструктуры. Это незамедлительная потребность. Кроме того, мы продолжим следить за гуманитарной ситуацией, которая вызывает глубокую обеспокоенность. Насилие таких масштабов с гибелью людей – это неприемлемо. И защита гражданских лиц должна быть первостепенной задачей. Доступ к медицинским услугам в воде, тепло ограничено в этих районах. СММ тесно сотрудничает с ООН и специализированными учреждениями. СММ продолжит выполнять свой мандат беспристрастным образом в тесном сотрудничестве со всеми сторонами в контексте территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы продолжим поддерживать соблюдение минских договоренностей и таким образом будем вносить свой вклад в достижение мира. Благодарю вас, господин председатель, за внимание. Я благодарю посла Пакана за брифинг. Слово господину Стивену Абрайену. Благодарю вас, господин председатель, уважаемые члены Совета. Я благодарю зам генскредитаря господина Джеффри Фелтмана и его превосходительство посла Пакана за брифинги. Благодарю также за возможность дополнить их выступление в Совете и выступить по гуманитарной ситуации в Украине. Более трех лет идет конфликт на востоке Украины, и это стало еще одним затяжным гуманитарным кризисом. Сегодня мы видим существенное ухудшение ситуации после неожиданного и быстрой эскалации насилия. Эта эскалация по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области, около Авдеевки и города Донецка унесли жизни четырех гражданских лиц все женщины, начиная с 18 января, по сведениям Управления Верховного комиссара по правам человека и по сведениям группы ООН на местах. Это приводит к тому, что имеет место широкомасштабный страх, паника, и гражданское население борется за свое выживание. Призываемся в сторону немедленно прекратить боевые действия, не допустить гибели людей и не допустить неприемлемого, недопустимого страдания человека. Нынешняя эскалация в насилии наносит серьезный урон критически важной инфраструктуре, воды, электроснабжения, теплоснабжения. К этому нужно добавить также низкие зимние температуры, и это приводит к ухудшению гуманитарной ситуации. Сегодня температура минус 10 по Цельсию, но вполне может быть и минус 20 в это время года. Адекватное жилье, тепло, доступ к воде является залогом выживания людей. Артобстрелы привели к нарушению электро- и водоснабжения, также отрицательно повлияло и на теплоснабжение, и потребуются дни, а то и недели, для того, что система снова заработали. Гражданское население, живущее по обе стороны фронтовой линии, живет в условиях этой травмы. Нанесен также урон критическим услугам, и поэтому на карту поставлено само их выживание. Обеспокоены тем, что сообщают и о присутствии тяжелых вооружений в городских районах. Это создает новый риск для жизни гражданского населения. Например, критически важная система водоэлектроснабжения в Авдеевке, это город в контролемых правительством районах. Им нанесен был урон в ходе событий 29-30 января. ООН и другие гуманитарные партнеры 1 января направили группу оценки. И чтобы установить, что мы можем сделать в поддержку правительства, это не без риска. К примеру, две технические группы, направленные на ремонт инфраструктуры, им обещали, что будет прекращение огня в течение нескольких часов 1 февраля, для того, чтобы были произведены ремонтные работы. Но их обстреляли из стрелкового оружия в районах, которые не контролируют правительство. В результате они вынуждены были оставить свою работу. Подобный инцидент имел место и ранее сегодня. Прибытие генераторов 31 января в Авдеевку дает передышку для 17 тысяч человек, из них 2,5 тысячи дети. Но этого недостаточно. Если не будут произведены ремонтные работы, то электроэнергию, которая необходима для работы теплоснабжения, не удастся восстановить, и перемещение может быть в широких масштабах. Авдеевка не единственный пример. Около миллиона человек в неконтролируемых районах правительства в Донецке были без воды и тепла в течение 24 часов после обстрела. Удалось устранить эти сбои и сохранить работу с системой теплоснабжения, избежать катастрофы. 500 тысяч жителей Мариуполя сейчас вынуждены зависеть от резервного водохранилища и потребуется несколько дней для того, чтобы произвести разминирование и привести соответствующую технику для производства ремонтных работ. Но, к сожалению, в Донецке снова были слышны взрывы и в других точках по линии соприкосновения. Приветствую вчерашнее заявление трехсторонней контактной группы в Минске, которая призвала не только неукоснительно соблюдать полное и всеобъемлющее прекращение огня, но также содействие гуманитарному слире, направленному на восстановление вода, электро- и теплоснабжения, в том числе посредством ремонтных работ инфраструктуры. Отмечаю усилия правительства Украины и властей де-факто по предоставлению критически необходимого тепла и воды тем, кто в состоянии особого риска, но отмечу, этого недостаточно. 31 января правительство Украины обратилось призыв к международным организациям поддержать гражданских лиц, эвакуированных из Авдеевки. Если это потребуется, ООН и международные НПО готовы оказать содействие. Господин председатель, если боевые действия продолжатся, то не исключены также и серьезные экологические последствия. Утечка химикатов на фенольной фабрике в Новгородском означает, что химикаты, в том числе формильдельгид и другие опасные химикаты, теперь на критическом уровне. Если они попадут в землю и в реку Северский Донец, это возымеет гуманитарные последствия высокоиндустриализированной части Европы. И сегодня есть реальная опасность того, что ущерб водонапорным объектам возымеет смертоносные последствия для населения этих районов, если, скажем, хлор, который, как правило, в таких объектах хранится, попадет в систему водоснабжения. И последняя эскалация обостряет текущие потребности 3,8 миллиона гражданского населения, которые нанесут на себе основное бремя этого конфликта, которым требуется гуманитарная помощь. Около 700 тысяч человек в этом году нуждаются в помощи против того, что было указано в гуманитарном плане 2016 года. Более 60%, 2,3 миллиона человек живут в районах, которые не подконтрольны правительству. Далее, более 70% нуждающихся людей – это пожилые люди, женщины и дети. Такая демографика особенно уязвима, и необходимо получить доступ к этим людям для того, чтобы оказать им содействие. Когда я посещал Луганский Донецк около года тому назад, я встретил пожилую женщину, которая жила в развале на своего дома. Ее сын погиб. Он пришел проверить, все ли в порядке с ней, но в дом попала бомба. Он не был комбатантом. Он пришел в обеденный перерыв. Она мне рассказала о том, какое горе переживает она, и что она только лишь вечером может разжечь костер, поскольку опасается, что днем увидят дым и смогут нанести по ней снова. Она будет подвержена обстрелу. Люди живут в условиях отсутствия жилья, отсутствия стройматериалов, и они подвержены опасности со стороны боевых действий или погодных условий. С июля 2015 года власти де-факто в Донецке и Луганце ввели бюрократические ограничения, которые резко ограничивали гуманитарный доступ. Это идет в разрез с их обязательствами по 7 статье Минского комплекса мер, а также ответственности по смыслу международного гуманитарного права. Мало кому из партнеров официально разрешено действовать в этих районах, а 25 ноября международное НПО, People in Need, последняя международная неправительственная организация, в которой был доступ, была выдворена из Донецка, и районы, в которых никак не контрольное правительство, и 140 тысяч человек были лишены жизнеспасающего общества, помощи. ООН обращается ко всем сторонам, гарантирует беспрепятственный доступ для ООН и гуманитарных партнеров, ко всем нуждающимся людям, где бы они ни находились. И, наконец, введенные правительством бюрократические требования, прежде всего запреты на торговлю и ввоз продовольствия медикаментов через Зинию соприкосновения, серьезные сдерживающие факторы в облегчении гуманитарного кризиса. Кроме того, прекращение социальных выплат правительством серьезно сказались на жизни сотен тысяч перемещенных лиц. Я встревожу, господин председателем, тем, как повернулся этот конфликт, как все это сказывается на гражданском населении. Гуманитарная ситуация в Украине ухудшается, и все большее число людей в опасности, они нуждаются в помощи. Устойчивость, которую они проявляют, все меньше и меньше. Надежд становится также все меньше. Неспособность добиться политического решения этому кризис приведет к новым гражданским потерям, урону важнейшей инфраструктуре и новым человеческим страданиям. Эти страдания продолжатся, пока не будет прекращен конфликт раз и навсегда. Благодарю вас. Я благодарю господину Абрайан за брифинг. Далее я сделаю заявление в качестве представителя Украины. Я благодарю докладчиков за последнюю информацию, которая была предоставлена, ими о нападении на город Авдеевка, Донецкой области Украины, российскими оккупирующими силами и пособниками, что привело к гуманитарной чрезвычайной ситуации в данном районе. Уважаемые коллеги, Украина по-прежнему в полной мере привержена осуществлению минских договоренностей во всей их совокупности. Президент Украины неоднократно подчеркивал, что военного решения в Донбассе нет. Украинское правительство решительно настроено на мирное дипломатическое решение. Украинские силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. Действует строгий указ открывать огонь лишь в ответ на нападения и штурмовые действия поддерживаемых Россией боевиков. Напротив, Россия в качестве стороны конфликта в Донбассе и её пособники вопиющим образом нарушают минские договоренности с самого начала. Они продолжают свои нападения и оккупировали ряд украинских городов и населённых пунктов. Сейчас российские пособники оккупировали почти 1700 квадратных километров далеко за пределами линии соприкосновения, согласованной в Минске 19 сентября 2014 года. До кризиса в Авдеевке было столкновение за Дебальцево в 2015 году, который был захвачен российскими силами сразу после саммита в Минске 12 февраля 2015 года и вопреки решениям, принятым лидерами Украины, России, Германии и Франции. Рано утром воскресенья 29 января российская армия и пособники начали масштабное артиллерийское нападение в Авдеевке и прилегающих районах из жилых районов Донецка и Ясенвата, которые находятся под контролем возглавляемых Россией террористов, и направила штурмовые подразделения для атаки в позиции украинских вооружённых сил. Российские силы использовали реактивные системы залпового огня «Град», танки, артиллерию калибра 152 мм и 122 мм, миномёты калибра 120 мм и 82 мм. Всё это оружие запрещено по минским договорённостям. 29 января за один только этот день украинские позиции подвергались обстрелу практически 400 раз. Обстрелы активизировались 30-31 января, в том числе подверглись нападению объекта гражданской инфраструктуры. В результате водная фильтровальная станция в Донецке и фенольный завод в Авдеевке, предоставляющий теплоснабжение в Авдеевку, остались без электроэнергии. Город остался без воды, электричества и тепла. Температура в Авдеевке минус 18 градусов. Без центрального отопления граждане не выживут. 16 тысяч людей оказались без воды, электроснабжения и тепла, в том числе 2 тысячи детей. Только представьте, 2 тысячи детей без тепла при минус 18 градусах по Цельсию. Украинские чрезвычайные службы готовы произвести эвакуацию людей из Авдеевки. Многочисленные попытки украинских служб провести ремонт поврежденной инфраструктуры блокировались до 1 февраля возглавляемыми Россией террористами, которые продолжали обстрелы, и российской стороной совместного центра по контролю и координации, который предоставлял необходимые гарантии безопасности для доступа к поврежденным объектам с необоснованной задержкой. Согласно информации, которую мы только что получили за 15 минут до начала брифинга, силы сепаратистов продолжили обстрелы жилых районов Авдеевки с использованием систем артиллерии высокого калибра. Ряд жилых домов подверглись обстрелу, имели место обстрелы по всему городу. Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплошения, установленной властями для предоставления тепла гражданам в минусовые температуры. Уничтожение и разрушение критической инфраструктуры и создание гуманитарной катастрофы – это террористическая тактика, направленная главным образом на гражданское население. Эта тактика развеивает миф российской пропаганды о так называемых мирных саперах, которые борются с властями при помощи своих пулеметов. Местные жители никогда этого не сделали бы со своими соседями. Но те, кто пришли на украинскую землю в качестве агрессоров и разрушают украинскую государственность, без колебаний разрушают заводы, дома и линии электроснабжения. Эта тактика не нова для российских сил. Вышеупомянутые действия можно квалифицировать как военное преступление. Украина предоставит доказательства о недавней эскалации неизбирательных нападений на гражданскую инфраструктуру и направит утверждение о терроризме в Международный суд. Это первый, но важный шаг – привлечь Россию к ответственности за нарушение устава ООН и международного права. Уважаемые коллеги, украинские власти объявили режим чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Нам удалось поддерживать систему теплоснабжения на минимальном уровне во избежание скатывания ситуации в гуманитарную катастрофу. Были установлены 11 центров по теплоснабжению, развернуты полевые кухни, детские сады и больницы работают в чрезвычайном режиме. Были развернуты дополнительные полицейские подразделения для поддержания правопорядка и своевременного реагирования на чрезвычайную ситуацию. События последних дней станут проверкой для механизмов по мониторингу и координации в Донбассе. С начала боевых действий Украина неоднократно, буквально сотни раз, просила представителей России в Совместном центре по контролю и координации использовать свое влияние для прекращения боевых действий. Из 230 просьб, с которыми обратились с 29 января по 1 февраля прекратить боевые действия в районе рядом с Авдеевкой, были проигнорированы все, кроме двух. 31 января Украина призвала провести срочное заседание по видеосвязи. Трехсторонние контактные группы для прекращения напряженности. Опять российская сторона и пособники в Донбассе не явились, заявив, что это неподходящее время. Серьезно, неподходящее время, несмотря на призывы со всех сторон прекратить огонь и вывести тяжелую артиллерию, боевики продолжают обстрелы денно и ночно. 1 февраля, несмотря на призыв трехсторонние контактные группы, незамедлительно и всеобъемлюще прекратить огонь в районе Авдеевки, российские боевики не прекратили обстрелы, даже направленные на команду ремонтников, которые пытались подчинить линии электроснабжения. Они обстреляли жилые дома. Вчера ночью одну из дорог, предназначенную для эвакуации гражданского населения. Это не что иное, как военное преступление. Посмотрите на эту фотографию. Это многоквартирный дом в Авдеевке. Там проживало не менее полторы тысячи человек. Он подвергся обстрелу террористами. Жители выбежали на улицу, где было минус 20 градусов по Цельсию. Это большое злодеяние. Виновники, те, кто нажимал на курок, и те, кто отдавал приказы, должны быть привлечены к ответственности, и они будут к ней привлечены. Необходимо отметить, что, хотя содержание вышеупомянутого призыва обсуждалось в трехсторонней контактной группе, российская сторона выступила против формулировок о ремонтных работах на инфраструктуре по энерго- и теплоснабжению. Это еще одно нарушение, доказательство того, что Кремль намеревается спорядить гуманитарную катастрофу в Авдеевке, как была сделана российская армия в Алеппо не так давно. Два украинских военнослужащих погибли, 14 ранены за прошлый день. В общей сложности 20 украинских солдат погибли, 134 ранены. Из-за российских гибридных сил и поддерживаемых Россией боевиков с начала этого года. Мы призываем Российскую Федерацию соблюдать режим прекращения огня и обеспечить необходимые безопасные условия для ремонтных работ. Уважаемые коллеги, нападения в районе Авдеевки в последние дни, а также продолжающаяся российская агрессия, подчеркивают две важные тенденции. Первое. Россия и пособники в Донбассе продолжают блокировать и подрывать мирный процесс, преследуя свои собственные политические цели, за счет неизбирательного применения силы. Не должно быть никаких иллюзий о роли России в осуществлении минских договоренностей. Любой прогресс, достигаемый в трехсторонней контактной группе или вдоль линии соприкосновения, разрушался штурмовыми операциями возглавляемых Россией террористов. Второе. Существующие механизмы, созданные во избежание дальнейшей дестабилизации и для осуществления минских договоренностей, не так эффективны, как необходимо для выполнения мандата. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, трехсторонняя контактная группа встретила лишь через три дня после начала боевых действий. Совместный механизм по координации, по всей видимости, неэффективный инструмент в этой кризисной ситуации. Всё это из-за отсутствия сотрудничества со стороны России. СММ, ОБСЕ и наблюдатели сталкиваются с серьёзными ограничениями свободы перемещения на территориях временно подконтрольных России. У них нет возможности для мониторинга круглосуточно и соответствующих технических средств. События в Авдеевке разрушают стремление России урегулировать конфликт в Донбассе военными средствами. Да, украинская армия доказала свою силу и способность отвергать наступательные операции России. Но Украина заплатила радикально высокую цену. Погибли наши сыновья и дочери. Нас заботит участь людей. Гибель каждого военнослужащего и гражданского лица – это ещё один шрам в душе Украины. На этой фотографии изображён Андрей Кизилов, военнослужащий 26 лет, который был убит 29 февраля рядом с Авдеевкой. Посмотрите ему в глаза, господин посол. Именно ваше оружие и ваши сограждане его убили. Наш народ стоит на коленях перед погибшими. Мы стремимся к миру и делаем всё возможное для того, чтобы вернуть мир в Украину. И при этом мы ратуем не за военное решение. Считаем, что необходимо использовать все политические средства. Вооружённую конфронтацию можно легко прекратить. Российской Федерации следует прекратить вооружение боевиков и перестать направлять наёмников и боевиков в Украину. Серьёзно ли кто-то думает, что ракеты и артиллерийские обстрелы растут на деревьях в Донбассе? Мы говорим о десятках, если не о сотнях тысяч артиллерийских снарядов. С ноября мы, международные наблюдатели, наблюдаем за увеличением объёма боеприпасов боевикам из Российской Федерации. Сейчас мы видим последствия. Уважаемые коллеги, мы видим, что международное присутствие должно быть усилено на местах во избежание провокаций в будущем, что будет способствовать осуществлению минских договорённостей и, в конечном счёте, мирному урегулированию. Мы вновь настоятельно призываем Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по минским договорённостям, в частности, в области безопасности и гуманитарные положения. Мы настоятельно призываем Россию прекратить поддержку террористов и прекратить наращивать гибридную террористическую армию на востоке Украины, а также наращивать военные силы вдоль восточной границы Украины. Кроме того, мы призываем Россию не расширять рамки эскалации. 1 февраля российские военные силы подвергли обстрелу украинское воздушное судно Ан-26, когда он совершал пролёт над Одессой, газовое месторождение в Чёрном море и исключительно военной морской зоне Украины. Лишь по счастливой случайности команда спаслась от российского обстрела, никто не знает, что произойдёт в следующий раз. Решение прекращения российской агрессии является простым. Международному сообществу необходимо усилить давление на агрессора и настоятельно призвать Российскую Федерацию уйти из Украины. Благодарю вас. Я возобновляю свои функции председателя Совета и далее я передам слово тем членам Совета, которые намерены выступить с заявлениями. Я предоставляю слово представителю Российской Федерации. Мы признательны за прозвучавшие брифинги, нарисовавшие тяжелейшую картину продолжающихся боевых действий и страданий гражданского населения на востоке Украины. Суть происходящего вполне очевидна. Киев пытается воспользоваться спровоцированными им самим боевыми столкновениями как поводом для полного отказа от выполнения минских договоренностей о 12 февраля 2015 года, скрепленных резолюцией Совета Безопасности 22.02. Как бы ни стремилась украинская сторона представить дело по-иному, в том числе инициируя сегодняшнее заседание Совета Безопасности и выступая на нем с заявлением, выворачивающим все наизнанку, массив данных, включая откровенные признания украинских официальных лиц вплоть до президента страны, слишком велик, чтобы отрицать деструктивную линию Киева и его вооруженных сил. 3 января министр обороны Украины Полторак подтвердил факт захвата вооруженными силами Украины новых позиций в серой зоне, демагогически заявив, что это не нарушает минских соглашений, поскольку занятые территории и так принадлежат Украине. 17 января министр внутренних дел страны Аваков, выступая перед украинскими пограничниками, призвал их готовиться к захвату госграницы в 2017 году. 22 января президент Порошенко публично заявил, что Украина не будет делать ничего из политических реформ до восстановления полного контроля над границей с Россией. Такой подход полностью извращает содержание согласованного в Минске комплекса мер и заведомо практически не реализуем. Наконец, вчера картину дополнил замминистра обороны Павловский, бахвалившийся перед прессой. Цитирую. «Метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята продвинулись вперед». Конец цитаты. Эта откровенная милитаристская риторика имеет вполне реальные последствия, отчетливо прослеживающиеся в последних докладах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели подтверждают, что эскалация была спровоцирована украинскими силовиками. Камера СММ на шахте Октябрьской зафиксировала в ночь с 27 на 28 января, что интенсивной перестрелки между ВСУ и ополченцами предшествовал выстрел с северо-западного в юго-восточном направлении, то есть с позиции украинских силовиков. В то же время камера СММ в Авдеевке засняла интенсивную арт-дуэль, начавшуюся с пяти выстрелов в направлении с севера на юг, то есть также с позицией вооруженных сил Украины. На следующую ночь с 28 на 29 января в Авдеевке камера СМС зафиксировала 15 выстрелов с северо-западного направления на юго-восток, также со стороны киевских силовиков. Били по позициям ополчения. За этом последовал многочасовой бой в Авдеевской промзоне. Аналогичная картина была в те дни характерна и для южного фланга. По данным СММ с камеры в Широкино интенсивным перестрелком в ночь на 28 января предшествовало 20 выстрелов западного в восточном направлении, то есть опять же с позицией ВСУ по территории ополчения. После этого также завязался бой. По данным СММ за 26 и 29 января в результате неизбирательных обстрелов населенных пунктов под контролем ополчения с направления, где дислоцируются украинские силовики, ранены мирные жители Брянки. Разрушено более 10 домов в Брянке, Донецком, Елованке, Зайченко, Калиновском, Новоалександровке и Первомайске. Миссия продолжала фиксировать военную технику ВСУ в зоне безопасности. За 26 и 29 января наблюдатели обнаружили 4 танка в Авдеевке и 3 гаубицы в Николаевке, а также пропажу со складов силовиков 76 танков, 10 минометов и 18 арт-орудий. Всего же на складах ВСУ находилось лишь около 6% подлежащей отводу военной техники. Так было положено начало новому витку напряженности, который впоследствии только раскручивается. Согласно информации вчерашнего доклада СММ, количество нарушений возросло до 10 300 разрывов снарядов за сутки. При этом статистика ограничения доступа наблюдателям СММ говорит сама за себя. 7 из 9 случаев препятствий чинили вооруженные силы Украины. Эти цифры свидетельство того, что вместо усилий по нормализации ситуации на Донбассе и поиску разумных компромиссов в нормандском формате и в рамках контактной группы, украинские власти с упорством достойного лучшего применения пытаются добиться военного решения конфликта. Обращает на себя внимание еще одна закономерность. Любое серьезное обострение на Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Видимо, таким образом Киев рассчитывает сохранить в международной повестке дня спровоцированный им же кризис, а заодно и повязать своей безрассудной конфронтационной политикой новоизбранных глав государств. Ну и, конечно же, украинскому руководству сегодня нужны деньги, которые лучше всего вышибать из Евросоюза, отдельных стран Европы и Соединенных Штатов и международных финансовых институтов, выставляя себя в качестве жертвы агрессии. Гуманитарная цена такой политики Киев, судя по всему, волнует мало. По жилым кварталам населенных пунктов, по школам и больницам активно применяются тяжелые виды вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня, которые, согласно Минскому комплексу мер от 12 февраля 2015 года, давно должны были быть отведены от линии соприкосновения сторон. Среди мирного населения имеются убитые и раненые. В результате ударов украинских силовиков обесточена Донецкая фильтрационная станция, Авдейский коксохимический комбинат под угрозу поставленной жизни работающих в шахтах горняков. Для того, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и вернуть ситуацию в политическое поле, международное сообщество должно проявить твердость и последовательность. В этой связи весомо прозвучало заявление от 31 января, в котором Совет Безопасности ООН с единых позиций высказался за немедленное прекращение огня и неукоснительное соблюдение Минского комплекса мер. Вчера в этом же духе выступила контактная группа, призвавшая к полному соблюдению режима прекращения огня и отводу в места хранения тяжелых вооружений, подпадающих под действием мирных соглашений. Ожидаем оперативных действий со стороны специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью скорейшей деэскалации ситуации. Особая ответственность лежит на участниках нормандского формата, а также на тех, кто пользуется наибольшим влиянием на Киев. Рассчитываем и на то, что здравомыслящие силы в самой Украине, а также те, кто заинтересован в решении вопросов подобного рода политическими средствами, не позволят развиваться ситуации на юго-востоке Украины по наихудшему сценарию, а наоборот сосредоточит свое внимание и усилие для того, чтобы исполнять Минские соглашения. Уважаемые коллеги, сегодня президент Порошенко заявил, что лично давал указания делегации Украины для сегодняшнего заседания Совета безопасности. Открывая сегодняшнее заседание, Паспрет Украины предложил по его итогам поработать над документом Совета безопасности в развитии заявления, принятого нами 31 января. К сожалению, прозвучавшее сегодня от делегации Украины совершенно разнузданное, одиозное заявление показывает, что делегация Украины здесь, в Нью-Йорке, продолжает идти тропой войны. Это заслуживает самого серьезного сожаления. Слово предоставляется представителю Франции. Господин председатель, Франция решительно осуждает возобновление в последние дни боевых действий на востоке Украины, в частности, в Авдеевке. Это представляет собой самую серьезную эскалацию насилия и самые высокие темпы нарушений и прекращения огня за последние месяцы. Это сопровождается увеличением числа жертв, особенно среди гражданского населения, и усугублением гуманитарной ситуации. Мы внимательно следим за ситуацией. Кроме того, необходимо отметить, что ситуация не улучшилась ни в плане безопасности, ни в гуманитарном плане с момента проведения консультации на эту тему два дня назад. Тогда Совет единодушно призвал к незамедлительному возобновлению режима прекращения огня. Франция призывает все стороны обеспечить поддержку трехсторонней контактной группы и незамедлительно возобновить режим прекращения огня в соответствии с минскими договоренностями, особенно в том, что касается запрета на тяжелое оружие, вывод военной техники от линии соприкосновения. Это должно быть сделано безотлагательно. Считаем, что все стороны должны воздержаться от провокаций, которые могут ухудшить ситуацию. Также мы призываем Россию использовать свое влияние на сепаратистов. Работа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по поддержанию режима прекращения огня и по деэскалации имеет большое значение. Мы призываем все стороны на местах обеспечить доступ в условиях безопасности для наблюдателей ОБСЕ в Авдеевку, а также во все конфликтные зоны в соответствии с мандатом миссии. Гуманитарная ситуация вызывает у нас особую обеспокоенность, поскольку население столкнулось с чрезвычайными условиями, было нарушено водо- и электроснабжение на ряде участков, в частности, в Авдеевке. Мы настоятельно призываем стороны действовать безотлагательно для того, чтобы улучшить условия жизни гражданского населения на местах. Режимы прекращения огня незаменимы для проведения ремонтных работ на важных объектах и инфраструктуры в пострадавших районах для улучшения условий жизни населения. Для нас это первостепенная задача. Кроме того, нынешний кризис требует постоянного присутствия гуманитарных учреждений на всей территории Украины, в том числе в зонах, которые не находятся под контролем правительства. В условиях данной эскалации насилия Франция призывает изыскать политическое, а не военное решение кризиса в Украине. Соблюдение минских договорённостей остаётся единственным путём мирного урегулирования конфликта. Франция и Германия в полной мере продолжают свои дипломатические усилия в рамках нормандского формата. Хотя мы констатируем, что масштаб проблемы усугубляется, мы всё равно убеждены, что работа в данном формате – единственный способ объединить Украину и Россию вокруг задним столом на политическом уровне. Это имеет полезный характер, и работу необходимо продолжать. В последние месяцы это позволило ограничить интенсивность столкновений и число жертв на местах, что необходимо для укрепления доверия в плане безопасности в гуманитарной области. Для этого требуется прекращение огня и отвод сил. А также завершение обмена заключёнными. Несмотря на продолжение столкновения, число жертв среди гражданского населения в шесть раз меньше с момента подписания комплекса «Мир» в Минске, согласно учреждениям ООН. Мы должны сосредоточиться на разработке дорожной карты общего характера, которая позволит добиться прогресса в области безопасности, в политической области по минским договорённостям. Мы совместно с Германией убеждены в том, что это единственный способ продвинуться вперёд. Европейские санкции, которые были приняты с наступлением кризиса, связаны с неотъемлемым осуществлением России минских договорённостей. Необходимо, чтобы все стороны выполнили свои обязательства. Урегулирование кризиса на востоке Украины остаётся для Франции первостепенной задачей. Мы продолжаем совместно с Германией прилагать неустанные усилия по посредничеству в нормандском формате, поскольку отсутствует какая-либо жизнеспособная альтернатива. Наша цель – восстановить контроль Украины над всеми своими международно признанными границами. И необходимо, напоминаем, восстановить контроль над Крымом. В этих сложных условиях все должны выполнять свои обязательства. На наш взгляд, это самое важное послание, с которым можно обратиться сегодня в Совете. И мы готовы рассмотреть все проекты, заявления председателя, которые смогут заручиться согласием членов Совета. Благодарю вас. Я благодарю представителю Франции за сделанное заявление слова представителю Соединённого Королевства. Благодарю, господин председатель. Пользуясь возможностью, хочу приветствовать вас на открытом заседании в качестве председателя Совета в феврале месяце. Я признателен за то, как вы приступили к работе. Поддерживаю ваши предложения о заявлении председателя по этому важному вопросу. Как чётко сказали докладчики, к сожалению, вы своё представительство начинаете в тревожное время для Востока Украины. Тревожный всплеск боевых действий в этих районах вашей страны должны беспокоить всех нас. Уносит человеческие жизни этот конфликт, и гражданского населения, и военных. Страдают люди, которые там живут, вынуждены покидать свои дома. И конца этому не видно. В таких населённых пунктах, как Авдеевка, люди говорят о том, что бесконечно идут обстрелы, нет электроснабжения, минусовая температура, в снегу приходится хоронить близких. Эти события не возникли вдруг, это не ново. Совет прекрасно знает, какие коренные причины этого насилия и нестабильности. Это то, что происходит, когда Россия не уважает и суверенное право Украины выбирать собственную судьбу. Это то, что происходит, когда Россия подрывает территориальную целостность Украины, незаконно аннексировав Крым. Это то, что происходит, когда российские военнослужащие бок о бок стоят с сепаратистами, которых они оснастили, вооружили и обучили. Это реалия, которую Совет безопасности не может, не должен принимать. Нам требуются срочные действия для того, чтобы положить конец этому всплеску насилия, прежде чем оно выйдет из-под контроля. Я хочу воздать должное усилиям ОБСЕ и Совместного контрольно-координационного центра с тем, чтобы добиться прекращения огня и провести ремонтные работы. Это позволит восстановить необходимое снабжение, провести эвакуацию населения. Я призываю все стороны поддержать эту работу и содействовать доступу гуманитарных сотрудников к этим районам. Но эти действия всего лишь лейкопластырь на огнестрельной ране. Требуется комплексное прекращение огня, и все стороны должны проявить сдержанность. Прежде всего, это означает, что нужно прекратить масштабное использование крупнокалиберного оружия, таких как системы залпового огня «Град». Использование такого оружия в населенных районах не только не с соблюдением минских соглашений, это также полное неприятие норм конфликта. Их необходимо вывести с линии соприкосновений, как предусмотрено минскими договоренностями. Необходимо также учитывать и коренные причины конфликта. Ясно, что любое решение украинского кризиса должно быть политическим, а не военным. Как мы все признали в резолюции Совета безопасности 2202. Минские договоренности – единственный предметный путь к долгосрочному миру в Украине. Поэтому призываем настоятельно все стороны снова заявить о своей приверженности выполнению в полной мере минских обязательств. Поддерживаем усилия Франции и Германии в нормандийском формате с тем, чтобы заручиться полным осуществлением и в высшей степени признательным за огромный вклад в этот процесс на сегодняшний день. Господин председатель, в заключении такое соображение. Мы нередко слышим от российского правительства, как слышали сегодня, что все проблемы Востока Украины – это следствие действий украинского правительства. Это просто не так. Это инверсия реалий. Ответственность за то, что появился и продолжается конфликт на востоке Украины, полностью возложенный на Россию с оперативств, которые она поддерживает. Как премьер-министр Великобритании отмечала, в Вашингтоне на прошлой неделе Соединенное Королевство будет на стороне Украины, полностью поддерживая суверенитет и территориальную целостность. Ее международное сообщество недавно в рамках резолюции Генассаблея по Крыму в декабре отправило четкий сигнал в адрес России. А на этой неделе весь Совет Безопасности, включая Россию, выразили то же самое в согласованном заявлении. Мы поддерживаем суверенитет Украины и территориальную ее целостность. Но, господин председатель, слова России – это не то же самое, что действия России. Нам нужно, чтобы Россия выполняла свои минские обязательства. Нужно, чтобы Россия прекратила оснащение вооружения сепаратистов, вместо этого свое влияние использовала для того, чтобы сепаратисты выполнили свои минские обязательства. И нужно, чтобы Россия вывела свои войска со всей Украины, включая Крым, незаконная аннексия, которую мы не можем и не признаем. Санкции против России не могут быть сняты, пока это не произойдет. Это народ Украины должен решать будущее своей страны. Нужно дать возможность Украине самостоятельно принимать суверенные решения. Благодаря вас. Председатель, я благодарю представителю Соединенного Королевства за сделанное заявление. Слово представителю Соединенных Штатов. Благодарю, господин председатель, благодарю замгенсекретаря Фелтмана, замгенсекретаря О'Брайена и посла Апакана за полезные обстоятельные брифинги. Это мое первое выступление в этом зале в качестве постпреда Соединенных Штатов. Для меня большая честь сидеть за табличкой Соединенных Штатов и идти путем, который прошли многие гиганты американской дипломатии. Я являюсь представителем в органе, на который возложена ответственность поддерживать международный мир и безопасность. Это большая ответственность. Надеюсь, со всеми взаимодействует в Совете. США намерен добиваться действий. Время терять нельзя. Я считаю, что жаль, что мое первое выступление здесь таково, что мне приходится осуждать агрессивные действия России. Достойное сожаление, потому что это повторяет многие ситуации на протяжении долгих лет, когда представители США вынуждены были это сделать. Так не должно было бы быть. Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией были лучше. Но, тем не менее, мрачная ситуация на востоке Украины требует явного и четкого осуждения российских действий. И всплеск боевых действий в этой части Украины привел к гибели людей, разрушение инфраструктуры. Кризис разрастается. Многие другие тоже в опасности. Эту эскалацию насилия нужно остановить. США вместе с народом Украины, который почти три года страдает от оккупации военной интервенции России, пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не будут соблюдать суверенитет, территориальную целостность Украины. Этот кризис будет продолжаться. Восток Украины, безусловно, не единственная часть страны, которая страдает из-за агрессивных действий России. США по-прежнему осуждают и призывают немедленно прекратить российскую оккупацию Крыма. Крым является частью Украины. Наши санкции в связи с Крымом будут действовать, пока Россия не вернет контроль в отношении полуострова Украины. Основополагающий принцип он состоит в том, что страны должны жить бок о бок в мире. Есть четкий путь к восстановлению мира на востоке Украины, полное и немедленное осуществление Минских соглашений. Соединенные Штаты по-прежнему соглашения поддерживают. Для народа востока Украины ставки высокие. Проходят каждый день, и все больше и больше людей в опасности умереть от холода или от взрыва. США призывают России и сепаратистов выполнить обязательства по Минским соглашениям, полностью восстановить и соблюдать режим прекращения огня. Минские соглашения требуют разъединения сил и отвода тяжелой техники и по одну и по другую сторону. Линия соприкосновения. Это формула устойчивого прекращения огня, отвод сил и техники спасет человеческие жизни. Организации по безопасности сооружений в Европе, спецмониторинговая миссия ОБСЕ, должны получить полный беспрепятственный доступ. Присутствие наблюдателя ОБСЕ позволит успокоить ситуацию. Сотрудничество возможно. На этой неделе и Россия, и Украина поддержали единогласный призыв Совета обеспечить прекращение огня. Впервые за годы Совет смог выступить с единых позиций по Украине. Стороны на места должны к этому прислушаться и остановить огонь. США надеются на то, что те, кто может повлиять на группы, которые ведут боевые действия, прежде всего, Россия сделает все возможное для того, чтобы поддержать прекращение этой эскалации насилия. Благодарю вас. Господин председатель, я благодарю представителю США за сделанное заявление. Далее слово представителю Китая. Господин председатель, я благодарю ЗГС Фелтмана, посла Апакана, руководителя СММ ОБСЕ и ЗГС ОБРАИНА за брифинги. Китай следит внимательно за ситуацией на востоке Украины и обеспокоен тем, что произошло возобновление боевых действий, в результате чего погибли гражданские люди. Мы приняли к сведению тот факт, что нормандийский формат и трехсторонняя контактная минская группа обеспечивают выполнение минских соглашений и содействуют мирному регулированию украинского вопроса. Призываем стороны в конфликте неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и быть приверженными политическому решению. Должно быть изысканно фундаментальное и долгосрочное решение конфликта, учитывая легитимные права отчаяния всех регионов и этнических групп и также учитывала бы и разумную обеспокоенность всех сторон для того, чтобы найти равновесие между интересами всех сторон. Китай придерживается мнения о том, что все стороны должны выполнять резолюцию Совета 2202, обеспечить прекращение боевых действий и насилия и выполнять минские договоренности. Они должны быть приверженными тому, чтобы найти прочное и сбалансированное решение украинскому вопросу по линии диалога и консультаций. Это необходимо для достижения мира, стабильности и развития Украины, становления гармоничных отношений всех этнических групп, а также мирного сосуществования Украины и стран региона. Международное сообщество и впредь должно поддерживать все дипломатические усилия на правильное нахождение политического решения. Дискуссия в Совете по этому вопросу призвана содействовать ослаблению напряженности на местах и соответствующему решению украинского вопроса. Благодарю вас, господин председатель. Председателю, благодарю представителя Китая за сделанное заявление слову представителю Швеции. Благодарю вас, господин председатель. Прежде всего, позволь поговорить замгенсекретаря Фелтмана, а также посла Апокана замгенсекретаря Убрайена за полезные брифинги. Господин председатель, сегодняшние брифинги напомнят нам о том, что конфликт в Донбассе идет уже почти три года. Каждый день, когда нет решений, это приводит к гибели людей, к ранениям, увечиям, страху и неопределенности гражданского населения. Гуманитарные последствия нынешнего обострения в регионе особенно тревожны. Доступ к основным потребностям, включая вода, электричество и тепло, был прерван. 16 тысяч человек нуждаются в помощи и 2 тысячи детей, среди них нуждаются в помощи в Абдеевке. Призываем все стороны обеспечивать защиту гражданского населения в соответствии с международным гуманитарным правом. Гуманитарный персонал должен получить доступ на всю территорию Украины, в том числе зоны, которые не подконтрольны украинскому правительству. Недавняя эскалация насилия – явное нарушение первого пункта минских договоренностей, где звучит призыв немедленно и в полной мере соблюдать прекращение огня. Прекращение огня – это залог безопасности, а это, в свою очередь, обязательное условие нахождения устойчивого политического решения конфликту. Полностью поддерживаем усилия ОБСЕ в этом отношении, а также трудную работу специальной мониторинговой группы. Полный и беспрепятственный доступ наблюдателей должен быть гарантирован. Господин председатель, будучи малой страной, которая привержена международному порядку по принципу правил, мы твердо привержены принципам Устава ООН и международного права. Нарушения этих принципов приверженности несут в себя угрозу для европейского устройства. Это беспокоит всех. Суверенитет, территориальная целостность Украины должны быть полностью соблюдены, что подчеркнули все мы в заявлении Совета для прессы от 30 января. Не будем упускать из виду, кто агрессор и кто жертва в этом конфликте. Подчеркиваем отдельную ответственность России в этом отношении и подчеркиваем, что в России есть требуемое насилие для того, чтобы прекратить влияние, для того, чтобы прекратить насилие. И нужно это использовать. И не следует здесь забывать о том, что в полном нарушении международного права, включая Устава ООН, Россия аннексировала Севастополь и Крым. Поэтому в соответствии с призывами, которые звучат из Евросоюза, Швеция также призывает к немедленному и прочному прекращению огня. Снова призываем полностью выполнить минские соглашения. Санкции против России должны действовать, пока минские соглашения не будут полностью выполнены. Мы полностью поддерживаем и приветствуем усилия Франции и Германии в нормандийском формате. Наконец, призываем, чтобы нормы и принципы международного права, включая международно-гуманитарное право, в полной мере соблюдались. Благодарю вас. Я благодарю представителя Швеции за сделанное заявление. Слово представителю Италии. Благодарю вас, господин председатель. Прежде всего, позвольте половить замгенсекретаря Фелтмана и замгенсекретаря О'Брайена и посла Апакана за детальные брифинги. То, что мы услышали, подтвердило нашу глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Донбассе в последние дни. Именно поэтому мы настоятельно призываем все стороны немедленно прекратить интенсивные боевые действия, которые вспыхнули вокруг Авдеевки. Применяется тяжелая техника, запрещенная минскими договоренностями. Это приводит к страданиям гражданского населения. Мы настоятельно их призываем согласовать конкретные немедленные шаги, направленные на то, чтобы не допустить ухудшения ситуации в вопросах безопасности. Это предполагает возврат без промедления к режиму прекращения огня. Об этом неоднократно уже говорилось. Необходимо также идти путем разъединения в районах, которые были идентифицированы в сентябре. Нужно также произвести отвод тяжелой техники в соответствии с Минскими соглашениями. Второе. Серьезно обеспокоены мрачным гуманитарным положением в районе. В нынешних условиях зимы с минусовыми температурами тысяч человеческих жизней в опасности по одной и по другую сторону конфликта. Из-за того, что нанесен ущерб линиям электроснабжения и фильтрационной станции, нужно сделать все, чтобы тепло, электричество и вода, это снабжение было налажено без промедлений. Поэтому призываем все стороны дать возможность для срочных ремонтных работ, инфраструктуры, обеспечить полный и неограниченный доступ для СММ и БСЕ, гуманитарных организаций. Защита гражданского населения должно быть главным приоритетом всех сторон. И в этом плане моя страна быстро откликнулась на гуманитарные призы. Мы направили миллион евро в распоряжение Всемирной продовольственной программы и ЮНИСЕФ по вопросам продовольственной безопасности и образования по вопросам минной опасности. Далее, последнее событие является серьезным нарушением минских соглашений. Мы твердо считаем, что осуществление минских договоренностей – единственный путь к политическому решению кризиса. С этих позиций Италия подтверждает свою полную поддержку нормандской группы, а также роль в содействии диалога о БСЕ. Необходимо переговоры без промедлений. Мы ждем конкретных приверженностей, которые согласованы были бы в трехсторонней контактной группе. Пользуясь вам, напомню, известной итальянской позицией относительно территориальной целостности Украины. И в заключение хочу сказать, что диалог и политическая воля должны возобладать. Все стороны должны приверживаться в полной мере для того, чтобы добиться полного и прочного решения кризиса в Украине. Благодарю вас. Я благодарю представителей Италии за сделанное заявление слову представителю Японии. Господин председатель, я благодарю докладчиков за то, что они сообщили нам о том, как обстоят дела на местах. Япония глубоко обеспокоена ситуацией на востоке Украины и тем, как это остро сказывается на положении местного гражданского населения. Мы разочарованы тем, что, как только что мы слышали, режим прекращения огня не соблюдается. Даже сейчас, когда идет это заседание. Япония решительно призывает немедленно вернуться к режиму прекращения огня, как было сказано в пресс-заявлении Совета безопасности от 31 января. Япония принимает к сведению заявление трехсторонней контактной группы, которая была принята вчера, с призывом немедленно вернуться к прекращению огня, отвести тяжелую технику от линии соприкосновений и обеспечить гуманитарный беспрепятственный доступ к пострадавшим населению. Осуществление этих мер является залогом облегчения страданий населения, а также недопущения эскалации ситуации. Япония призывает все стороны действовать оперативно и добросовестно. Япония твердо считает, что ситуация в Украине может быть решена только лишь дипломатическими средствами при полном соблюдении международного права. Прежде всего, юридического обязательства соблюдать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Полное осуществление минских договоренностей – это единственный путь вперед. Благодарю вас. Я благодарю представителя Японии за сделанное заявление слова представителю Казахстана. Благодарю вас, господин председатель. Казахстан серьезно обеспокоен опасным ухудшением ситуации на востоке Украины с серьезными последствиями для местного гражданского населения. Это приводит к гибели, к ранениям, многие гуманитарные проблемы. Мы высказываем наши искренние соболезнования в связи с гибелью среди гражданского населения. Это недопустимо. Мы выражаем признательность ЗГС Фелтману, Брайану и послу Апакану за последние сведения об усилиях по решению кризиса. Моя диригация хотела бы остановиться на ключевых моментах. Мы особо заинтересованы в стабильности Украины с учетом всего того, что проявляется в нынешних реалиях. Серьезно обеспокоены судьбами молодежи, женщин, всех уязвимых групп в кризисной зоне, а также как это повлияет на будущее поколение. В марте прошлого года мой президент по случаю нормандийского формата и на саммите военной безопасности в Вашингтоне отмечал, что безопасность Украины должна быть нашим приоритетом. Конфликты поддержат решение на основе переговоров. Казахстан твердо уверен, что нет альтернативы решения кризиса на Украине. Только единственный путь это соблюдение всеми участниками своих обязательств, соответствующих норм и принципов международного права и ключевых принципов Устава ООН. Поэтому призываем неукоснительно соблюдать резолюцию 2202 по минским договоренностям. Казахстан полностью поддерживает деятельность трехсторонней контактной группы и рабочей группы по осуществлению мер укрепления доверия в четырех областях их работы. Приветствую результаты совещания контактной группы в Минске 1 февраля этого года. Мы также считаем, что дальнейшая эскалация насилия должна быть предотвращена для того, чтобы избежать дальнейшего сложения ситуации. Любое обострение нынешних обстоятельств может возыметь серьезные последствия регионального и глобального масштаба. Призываем в сторону отвести свою тяжелую военную технику от линии соприкосновения. Мы готовы помочь населению, поддержать международные посредственные усилия и содействовать переговорному процессу всех сторон и их руководителей с тем, чтобы как можно быстрее разрешить эту ситуацию. Казахстан на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь под двусторонним, многосторонним каналом. Все стороны должны придерживать своих обязательств и предоставлять свободный доступ для гуманитарной помощи в конфликтной зоне. Мы считаем, что полномасштабная нормализация страновой ситуации может быть достигнута лишь при экономическом восстановлении Украины, а это должно быть нашим главным обязательным соображением. Поэтому призываем создать меры доверия в экономической сфере. Казахстан предполагает работать сбалансированно, объективно, на равноправной основе со всеми членами Совета для того, чтобы добиться консенсуса и как можно скорее разрешить этот кризис. Я понимаю особой важности поддержания и укрепления мира и безопасности. И в заключение, господин председатель, призываем все стороны продемонстрировать мудрость, ответственный подход и политическую волю, и немедленно вернуться к режиму прекращения огня. Благодаря вас. Председатель, я благодарю представителя Казахстана за сделанное заявление слово представителю Сенегала. Господин председатель, поскольку я беру слово в первый раз с момента вашего вступления в должность председателя Совета безопасности, я хочу теплым образом поздравить вас и пожелать всяческих успехов. Можете рассчитывать на постоянную поддержку делегации Сенегала. Кроме того, мы хотели бы отметить эффективность и транспарентность, с которой делегация Швеции руководила работой Совета в предыдущий месяц. Господин председатель, далее хотел бы поблагодарить вас за организацию данного брифинга. Джеффри Фельдмана, ЗГС по политическим вопросам, посла Апакана и господина Стивена О'Брайена, их доклады обогатили нашу дискуссию. Два года после принятия документа об осуществлении минских договоренностей и принятия резолюции 2202 ситуация на востоке Украины остается напряженной и даже ухудшилась после возобновления боевых действий. Такая эскалация насилия привела к гибели гражданского населения, увеличению числа раненых и ухудшению гуманитарной обстановки в регионе. Как было сказано, в результате боевых действий были нарушены электроснабжения и водоснабжения населения и теплоснабжения при минусовых температурах. Эта удручающая картина также заставляет меня призвать облегчить участь гражданского населения незамедлительно прекратить боевые действия, соблюдать режим прекращения огня и обеспечить отвод сил. Господин председатель, в том, что касается трехсторонней контактной группы, она проводила буквально вчера срочное заседание и обратилась с призывом незамедлительно прекратить боевые действия и обеспечить безопасный доступ специалистам СММ ОБСЕ в пострадавшие районы. В заключение, я хотел бы призвать прилагать более активные дипломатические усилия, в частности в нормандском формате, в рамках которого Франция и Германия совместно с Россией и Украиной должны обеспечить полное осуществление минских договорённостей ради мира и гражданского населения. Благодарю вас. Я благодарю представителей Сенегала за сделанное заявление слово представителю Эфиопии. Благодарю, господин председатель. Позвольте поларить замгенсекретаря Джеффри Фелтмана и Стивена О'Брайена, а также руководителя специальной мониторинговой группы ОБСЕ посла Пакана за брифинги по последним событиям на востоке Украины. Ухудшение ситуации в сфере безопасности в этом регионе, использование оружия, которое запрещено минскими договорённостями – это предмет обеспокоенности. Отмечаем также последствия последних случаев насилия и в плане погибших среди гражданского населения и ущерба для инфраструктуры. Гуманитарная ситуация требует срочного ответа. Мы считаем, что нужно сделать всё для того, чтобы добиться деэскалации обстановки. И в этом плане полностью поддерживаем призыв Совета, прозвучавший два дня тому назад, немедленно вернуться к режиму прекращения огня. Вне сомнений, разрешение ситуации на востоке Украины произойдёт только лишь за счёт мирного регулирования. Именно поэтому абсолютно императивно, чтобы стороны были полностью привержены осуществлению минских договорённостей и неукоснительно соблюдали резолюцию 2202, которая поддержала комплекс мер по осуществлению минских соглашений. Благодарю вас. Я благодарю представителей Эфиопии за сделанное заявление слову представителю Боливии. Благодарю вас, господин председатель Многонационального государства Боливии. Принимает к сведению то, что прозвучало в докладах господина Джеффри Феллмана, замгельсекретаря по политвопросам ООН, посла Эртурула Апакана, руководителя специальной мониторинговой группы ОБСЕ, и господина Стивена Убрайена, Управление по координации гуманитарных вопросов. Выражаем обеспокоенность в связи с возобновлением напряжённости в Донбассе. Прежде всего, сожалеем в связи с тем, что по-прежнему используется крупнокалиберная артиллерия. Необходимо сохранить режим прекращения огня, поэтому мы и поддержали заявление для прессы 31 января 2017 года Совета, где осуждается применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями, звучит призыв неукослительно соблюдать резолюцию 2202 2015 года. В этом плане Боливия призывает стороны выполнять то, что предусмотрено Минскими договорённостями и подтверждена резолюция 2202. Это залог для консолидации усилий, которые должны прилагать стороны в поисках мирного политического решения этого кризиса. Мы особо обеспокоены тем, как кризис повлиял на гражданское население, и настоятельно призываем стороны неукоснительно придерживаться своих обязательств, которые связаны с защитой гражданского населения, в том числе и необходимость гарантировать доступ к гуманитарной помощи и базовым медицинским услугам. При поддержке международного сообщества неукоснительно соблюдение минских договорённостей и работа Совета безопасности. Всё это должно позволить нам в ближайшее время избежать военной эскалации и прийти к мирному решению конфликта в контексте превентивной дипломатии, к чему нас призывает генеральный секретарь. Нужно прилагать все возможные усилия для того, чтобы добиться прочного мира, который в долгосрочном плане будет благоприятен не только для самих сторон, но и для всего региона и всей планеты. Мы снова обращаемся с призывом, чтобы стороны не повышали уровень риторики, поскольку это не содействует нахождению политического выхода из этой трудной ситуации. Благодарю вас. Председатель, я благодарю представителя Боливии за сделанное заявление и слово представителю Ругвая. Господин председатель, Ругвай благодарен за детальное выступление заместителей генерального секретаря Джеффри Фелтмана и Стивена Убрайана. Мы также благодарны послу Эртуру Апакану. Господин председатель, Ругвай с особой беспокойностью следит за последними событиями в Авдеевке и за тем, что произошло нарушение режима прекращения огня. Ругвай считает то, что нужно повышать уровень усилий диалога для того, чтобы добиться полного выполнения минских договоренностей. Эти договоренности являются адекватным путем для нахождения политического и мирного решения этого конфликта. Аналогичным образом, Ругвай призывает стороны эффективным образом оберегать права человека, жителей всех регионов, прежде всего, жителей Донецка и Луганска. И стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право во всех обстоятельствах. Это фундаментально важно для того, чтобы решать вопросы перемещенных лиц и лиц, которые нуждаются в гуманитарной помощи, прежде всего, в плане защиты, а также с учетом погодных условий. Необходимо наладить водоэнерго и теплоснабжение, кров над головой, чрезвычайную помощь, другие критические воды помощи в условиях, когда температура минус 20 по Цельсию. Ругвай признает ту важную работу, которую проводит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Мы считаем, что фундаментально важно то, чтобы миссии было предоставлено возможным доступом во все районы конфликта, для того, чтобы миссия выполнена, возложен на нее мандат. Настоятельно призываем вернуться к тому духу, в котором Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 2202 2015 года, и в этом контексте стороны должны выполнять свои обязательства. Соответственно, и в заключении, господин председатель, у Ругвая надеется на то, что вызовы в осуществлении минских договоренностей удастся преодолеть, и разногласия, которые существуют, будут урегулированы исключительно мирным путем по линии диалога между сторонами при полном соблюдении международного права и демократических ценностей. Благодарю вас. Я благодарю представителя Урагвая за заявление. Слово предоставляется представителю Египта. Благодарю вас, господин председатель. Я присоединяюсь к предыдущим ораторам. И благодарю господина Джеффриа Фельдмана, Друла Апакана и Стивена О'Брайена за их брифинги, с которыми они выступили на тему ситуации в Украине, в регионе Донбасса. Египет выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжением боевых действий на востоке Украины и также сбоев тепла и водоснабжения значительному числу гражданских лиц, которые оказались в сложных условиях ввиду низких температур. В этой связи все стороны должны незамедлительно прекратить боевые действия и в полной мере выполнять режим прекращения огня, а также воздержаться от любых провокаций, которые могут еще больше усугубить ситуацию. Более того, необходимо гарантировать полный доступ гуманитарным участникам ко всем пострадавшим от конфликта районам, чтобы улучшить условия жизни населения, особенно в свете ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. В данном контексте Египет поддерживает согласие, высказанное членами Совета в отношении заявления для прессы, опубликованного позавчера. Египет выступает за мирное решение данного конфликта, которое будет соответствовать международным обязательствам. Мы поддерживаем минские договоренности, которые представляют собой надлежащую базу для урегулирования данного кризиса, который должен быть урегулирован на региональном уровне за счет усилий прилагаемых сторон. Требуется усилие обеих сторон конфликта и всего международного сообщества. Для того, чтобы прийти к политическому урегулированию кризиса, восстановить мир и стабильность в данной стране, требуется прочное решение конфликта в данном регионе мира. В этой связи Египет призывает полностью осуществить резолюцию Совета безопасности 22.02 от 2015 года, в которой содержится призыв ко всем сторонам осуществлять комплекс «Мир» по осуществлению минских договоренностей и, в частности, соблюдать режим прекращения огня, отвести тяжелое вооружение и провести необходимые конституционные реформы, а также провести выборы в Донбассе. Сюда можно добавить урегулирование гуманитарного кризиса, возникшего в результате данного конфликта. Господин председатель, Египет вновь заявляет о том, что необходимо рассмотреть мирные способы урегулирования данного конфликта, необходимо удвоить усилия для того, чтобы мирным образом решить данный кризис. Это будет отвечать чаяниям народа в рамках международной легитимности, и это позволит предотвратить дальнейшую военную эскалацию. Египет поддерживает все усилия, направленные на политическое урегулирование кризиса, в том числе поддерживает усилия, которые продолжают прилагаться в нормандском формате. Благодарю вас. Я благодарю представителя Египта за заявление. Представитель России запросил слово для дальнейшего заявления. Прошу вас. Благодарю вас, господин председатель. Наше заседание близится к концу, и сейчас мне, возможно, на правах Дуаена, Совета безопасности, хотелось бы поприветствовать нашу новую американскую коллегу посланники Хейли. У нас с вами, возможно, время от времени будут возникать разногласия по отдельным вопросам. Но от вашей работы во многом будет зависеть, сможет ли Совет безопасности эффективно выполнять свои функции коллективного органа, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Поэтому я хочу пожелать вам успеха. Посол Хейли в своем выступлении затронула вопрос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова «Мы народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление было впоследствии просверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами. Вновь о проблеме Крыма, причем, опять же, довольно агрессивно, как всегда говорил представитель Соединенного Королевства, вновь почему-то сказав, что кризис на Украине начался именно с Крыма, не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать. Верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архиперлаг Чагас в Индийском океане, из которого вы превратили огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы. Но мы с вами иногда, приходится нам заниматься полемикой, но мне представляется, что все же наша работа в Совете Безопасности, как дипломатов, состоит в том, чтобы принимать резолюции и наблюдать за их осуществлением, и следить за тем, чтобы эти резолюции четко осуществлялись. Через 10 дней мы будем отмечать вторую годовщину принятия комплекса мер в Минске и соответствующих минских договоренностей. 17 февраля будет вторая годовщина во время, с момента принятия Советом Безопасности резолюции 2202, которые придали минским договоренностям международно-правовой статус. Вот слышно время от времени, Россия не выполняет минские договоренности. А президент Украины говорит, сначала надо выполнить военные положения минских договоренностей, а потом будем выполнять политические. Нам с вами довольно просто убедиться в том, кто прав, кто виноват. Достаточно взять документ Совета Безопасности, упомянутую мной резолюцию 2202, где комплекс мер фигурирует в качестве приложения. И там есть несколько очень простых положений, которые совершенно всем понятны. Что касается соотношения военных и политических мер. Пункт 9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического регулирования при условии выполнения пункта 11 в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках трехсторонней контактной группы. То есть начаться даже некие военные шаги должны только после того, как будут осуществляться некие меры в политической области. Теперь что это за условия при условии выполнения пункта 11? Пункт 11. Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию, а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании. И далее в примечании совершенно четко следуют те 8 мер, которые необходимо применять для того, чтобы обеспечить особый статус Юго-Востока Украины. Это чрезвычайно четкие положения. Не зря 17 часов сидели над этими положениями президент Франции, канцлер Германии, причем вклад свой и президент Франции очень активный и субстантивный внес. И министр иностранных дел Германии Штон Майер предлагал целый ряд положений, которые были затем всеми согласованы. То есть здесь просто спора никакого быть не может. Да и по логике вещей, кто же может предположить и надеяться, что Донецк и Луганск пойдет на закрытие границы, то есть позволит себя закупорить. И что? Сдаться на милость киевским властям? А может доверять министрским властям, могут доверять жители Донецка и Луганска? Вот президент Порошенко в свое время по телевидению выступил по-украинскому, по-моему, 1 июля 2014 года, и заявил, что в Киеве так любят жителей Донецка и Луганска, что не будут вести обстрел в ходе объявленной антитеррористической операции жилых районов тяжелой техникой. Говорит, наши доблестные воины будут другими методами добиваться возвращения этих территорий, а вот обстреливать тяжелым вооружением жилые районы не будут. С тех пор не было ни одного дня, вот Артугру Лапаган подтвердит, ни одного дня, чтобы не велась пальба по жилым районам. Причем пристреливались, стреляя по многоэтажкам один день, потом второй день по пристреленным уже многоэтажкам тоже палили. Вот то, что посол Ельченко сегодня показал, если это из Авдеевки фотография разрушенного дома, то это, конечно, ужасная картина. Но вы таких фотографий можете из Донецка сколько угодно, из других регионов, из других районов Донецка и Луганских областей принести. Почему вы этого не сделали? Ведь все те жертвы, о которых говорится, да, конечно, вот в результате боевых действий гибли украинские военнослужащие, в этом, конечно, ничего хорошего нет. Но на стороне Донецка и Луганска, эта гибель в основном происходила мирных жителей, женщин и детей в том числе. Почему об этом не говорится? Так что, дорогие друзья, ну, можно, конечно, еще над каким-то документом поработать. Но если мы серьезные люди и представляем серьезные правительства, то вот этим правительствам, которые, особенно, так сказать, непосредственно участвовали в этом процессе, и мы знаем, кстати, уважаемый посол Хейли, как уважают в Киеве американские власти, так что американские власти могут здесь очень серьезное влияние оказать на развитие ситуации, надо просто призвать к выполнению тех достаточно простых положений, которые зафиксированы в комплексе мер, которые ведут к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. А действия киевских властей как раз ведут к разрушению территориальной целостности Украины. Вот посол Ельченко говорит, местные люди так не могут такие разрушения делать и так далее. А местные украинцы с украинской стороны могут такие разрушения причинять Донецку и Луганску? Значит, могут. Что же они не считают этих граждан Украины своими собратьями? Это было бы очень печально, но мы знаем, что некоторые горячие головы в Киеве именно так мыслит и рассуждают. Но хотелось бы все же апеллировать к здравомыслящей части украинского политического спектра. Но, повторяю, конечно же, без серьезного влияния со стороны внешних факторов, нормандского формата и других, там ничего не получится. Потому что просто будут обманывать собственное население голословными утверждениями о том, что выполняются якобы Киевом Минские соглашения. А вы говорят, метр за метром отвоевывайте. Метр за метром отвоевывайте, пожалуйста. Вот сколько должно людей погибнуть, чтобы они метр за метром прошли от Авдеевки до украинской границы? Сколько должно и солдат украинских, сколько должно погибнуть? И мирных граждан, сколько должно погибнуть? И это в условиях, когда существует политическая альтернатива, согласованная на высшем уровне, в том числе и с участием президента Порошенко два года назад. Так что, к сожалению, то, что мы услышали сегодня от украинской делегации, совершенно безответственно. Но, надеюсь, что вот это наше откровенное обсуждение все же позволит тем, кто действительно хочет урегулирования кризиса на Украине, более объективно взглянуть на вещи и подтолкнуть Киев к тем шагам, без которых не будет установлен мир на Украине. А это было бы трагично, если бы та ситуация, с которой мы столкнулись последние два-три года, затягивалась. Это было бы трагично. Я благодарю вас. Я сделаю еще одно заявление в качестве представителя Украины. Действительно, сегодня день сурка. Первое заявление российской делегации слово в слово повторяет то, что было сказано на консультациях два дня назад. Что касается второго заявления, даже не хочу комментировать этот коктейль демагогии. Хочу подчеркнуть, что в фривольной интерпретации членов ОСИ нет упоминания о силах Украины в данном докладе. Я лучше бы верил оценкам посла Апакана, который сегодня с нами. Кстати, российский посол утверждал, что коксохимический завод в Авдеевке был подвергнут обстрелами украинских сил. Хочу повторить, что этот завод находится на территории подконтрольной украинскому правительству. То есть снаряды были запущены российским оружием. Это было зафиксировано и отмечено всеми тремя докладчиками. Россия обвиняет президента Порошенко и других высоких чиновников Украины в том, что они активизировали насилие в Авдеевке. Но не президент Порошенко поставляет оружие террористам. Кстати, один из них, захваченный во время столкновения в Авдеевке, признался буквально вчера, что российский командующий в его подразделении отдал приказ захватить город до конца прошлой недели. Всё это зафиксировано. Реалии просты. Российское оружие убивает украинцев. Российские солдаты и наёмники прибывают в Украину, чтобы заработать деньги за убийство. Напоминаю о моих словах об обстреле в Авдеевке час назад. Напомню коллегам, что по меньшей мере два гражданских лица были убиты и другие ранены. Снаряды попадают в жилые районы прямо сейчас, в том числе школу, которая используется для раздачи гуманитарных поставок. Но это не исключает эскалацию провокаций в Донецке в дальнейших попытках дискредитировать украинские вооружённые силы и украинское руководство. Есть информация об эвакуации гражданских лиц в Донецке, которую мы считаем подготовкой к дальнейшей провокации. То, как произошло в августе 2008 года, когда Россия готовилась напасть на Грузию. Как я говорила в начале данного заседания, мы ожидали серьёзного профессионального диалога, который положит конец насилию и предотвратить гуманитарную катастрофу и позволит спасти жизни. Отрицание реалий не позволит этого сделать. По всей видимости, Россия живёт в параллельной реальности, созданной пропагандой. Россия сегодня. И эта параллельная реальность ещё более искажена, искажается, когда посол Чуркин начинает говорить о Крыме. Я возобновляю функции председателя Совета. Заседание объявляется закрытым.